На канале Реальная Журналистика, вторая часть программы «Что произошло?». Мы продолжаем вас знакомить со свершениями и провалами 2018 года. Итак, поехали! Естественно, что мы не могли обойти стороной и трагедию в Магнитогорске. Люди готовились к Новому году. Бабушки позвали на праздники в гости внуков. Люди просто спали. В 6 часов утра прогремел взрыв. От целого подъезда 10-этажного дома не осталось ничего. Разбор завалов окончен вчера. Погибло 39 человек. 24 ранены. О причинах взрыва можно будет говорить только после окончания расследования. Однако на практике обычно взрыв газа не приводит к таким серьезным разрушениям. Проводимые в городе спецоперации тоже наталкивают на определенные мысли. На этом видео отчетливо слышны звуки перестрелки, после чего силовик кинул гранату в газель. На взрывы газа никогда не приезжали ни президент, ни федеральные министры. А в Магнитогорск приехали все. Но об этом потом, когда расследование будет окончено. А пока город прощается с жертвами трагедии. Весь год то из одного, то из другого региона приходили сообщения о закрытии заводов. Вся промышленность наша начала хворать. Задержки зарплаты стали нормой. Останавливались гиганты, на которых работали десятки тысяч человек. Мы проанализировали послания руководителей нашей страны и сняли для вас кадры, которые свидетельствуют о том, как эти послания выполняются. Давайте посмотрим. За следующие пять лет войти в пятерку крупнейших экономик мира. Абсолютно реальная задача. Причем это должен быть не сырьевой, а качественно иной рост. Построенный на инвестициях, передовых технологиях, на повышении эффективности, на создании современной индустрии. Как говорится, страна живет, когда работают заводы. Мы одинаково понимаем то, какой не должна быть наша страна. Она не должна быть слабой, бедной, неэффективной, расползающейся на части. Она не должна страдать от технологической отсталости, от произвола чиновников, от коррупции, от терроризма. Она не должна быть в изоляции. Инфляция – это все пожирающая гадина. Так высказался в свое время президент соседнего Казахстана Нурсултан Назарбаев. Если в Казахстане в новом году никакой особой инфляции не ожидается, НДС у них 12%, а другие налоги уверенно снижаются, то в России правительство решило, что если уж нефтянка не приносит столько доходов, сколько приносила раньше, то нужно найти новую нефть. И ведь нашли. Новой нефтью, новой дойной коровой стал народ. В новом году взлетят цены практически на все. В 2019 году ожидается увеличение цен на топливо. Причиной инфляции эксперты считают повышение акцизов и НДС. Из-за этого в ряде регионов подорожает и проезд в общественном транспорте. Кроме того, из-за дорожающего топлива и НДС подорожает практически все. Однако не только эти факторы будут действовать на инфляцию. Чиновники наши уже и другие поборы придумали. Например, газировка, молоко и пиво подорожают из-за увеличения экологического сбора на пластиковую упаковку. Ценную надежду и обувь будут плавать не только из-за НДС, но и из-за курсов валют. Традиционно в моменты просадок рубля стоит ждать повышения цен. А вот о дефляции и не мечтайте. Еще в 2019 году подорожает сахар. Причина банальна – не урожай сахарной свеклы. Не обойдет инфляция и хлеб, потому что хлеб всему голова. Виноваты в этом цены на муку. Ну и опять же повышение НДС. Курятина тоже станет дороже. По всей стране уверенно снижается поголовье птицы. Естественно, чем выше спрос и ниже предложение, тем выше цены. Кроме того, цены могут вырасти и на колбасу, причем аж на 30%. Экспертный совет при правительстве предложил ввести новую систему сборов и субсидий. Переработанные мясопродукты, колбасу, сосиски, бекон хотят обложить акцизом. Соответствующее предложение уже направлено в Минтрут. Авторы инициативы подчеркивают, что вырученные деньги нужно потратить на удешевление более полезных продуктов. Что авторы нововведения подразумевают под своим термином полезные продукты, не сообщается. Вот она, инициатор введения акцизов на колбасу. Зовут Дарья Халтурина. Как и большинство советников при правительстве училась в США. В Бейлотт-колледже, штат Висконсин. Девушка с июля 2018 года является консультантом Всемирного банка. По сообщениям в СМИ, ее зарплата 20 тысяч рублей в день. Но и это еще не все. Сейчас самое интересное. Россияне уже не в состоянии оплачивать услуги ЖКХ даже по тем ценам, что установились на рынке в текущем году. Граждане уже задолжали коммунальщикам более триллиона рублей. Почти 36 миллионов россиян получают субсидии на оплату этих услуг. А приставы уже взыскивают долги за коммуналку с 4 миллионов россиян. Число неплатильщиков за услуги ЖКХ в нашей стране за последний год выросло на треть. Правительство России установило предельную величину роста тарифов в 2018 году. Регионы могут устанавливать ее на меньшем уровне. Однако главы субъектов не предпочитают этого делать. Больше всего коммуналка подорожала. В Москве на 7%. В Якутии, в Камчатском крае, в Петербурге и в Кузбассе рост тарифов составил 6%. В Дагестане, в Кабардино-Балкарии тарифы выросли на 3,3%. В Алтайском крае на 3%. В Северной Осетии на 2,5%. В 2019 году тарифы на ЖКХ снова увеличатся. В ряде регионов они вырастут почти вдвое. Пики роста ожидаются в начале января и в начале июля. Редакция программы «Что произошло» прощается с вами. Увидимся после новогодних каникул. Редакция программы «Что произошло» прощается с вами. Редакция программы «Что произошло» прощается с вами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok